Надо покудрить, я в хляпу отпустить, в принципе, работа. Дубы же нет. Да. Много у нас Божьей помощи будет сегодня теории, важнейших вопросов понимания святых книг. И информация, которую мы сегодня бесстрашно будем приводить и обдумывать, не то чтобы совсем закрыто, но в современном мире не популярно. Дело в том, что есть целый ряд таких моментов, и не только в Медраша, которыми мы сегодня будем заниматься, но и, собственно, даже в Галахе, прямо в своде законов, шелхоморов, которые на сегодняшний день предпочитают... Балочкой. Да, не ухудшим. Не то, что вот кто-то боится, как бы чего не вышло, но мы просто знаем, что реакция будет определена на их. И ужас, который охватывает нас, когда мы представляем, какая это может быть реакция, останавливает руку, которая уже и была... потянулась на пол. Ко-как, за святой книгой, и думаешь, да ладно, в конце концов, сколько всего другого, что не вызывает олег. Сейчас, значит, вот мы учим, учим, мы идем, мы уже, свод законов. Саш, мы уважаем всех парских мравей. И периодически, значит, вот кто-нибудь из нас искал. Так, вот скажи это сейчас. Считаем дальше. Ага, расскажи об этом кому. Вот такие реварки, которые постоянно сопровождают изучение такой совершенно безобидной книг, как шелково-руха. Это никакая вам не сложная, стабилистическая, мудреная книжка. Закон. Вот недалеко, вчера. Вот обсуждали. Что в своде законов, например, написано, что обязана делать жена дома, и что обязана делать ему. Я когда-нибудь вам это говорю? И не собираюсь. Мы обижались. Почему? Почему? Потому что это невозможно. Это революция. Почему? То есть на сегодняшний день, если начать, рассказывайте девушке. Прямо так вот, говорить, как есть. Это ж... Куда мы придем? Там видно, что это понять так нельзя. Еще одна революция. Да. С такой легкостью вот такие вопросы. А что, разве не должны мы это знать? А? Не должны это знать. Ну, понимаете, мы же в общем и целом. Что-то там сказал, вы ни в коем случае. Ну, не такие. Вы нас предупреждали, рассказывайте. Ну, как не будет. Я ни в том случае вообще не собирал своих на эту тему. Мы же все знаем в общем и целом, что и жена, и муж, они должны быть такие хорошие, добрые, обтекаемые. Должны забыть о мире в доме. Ну и слава богу. И хватит. Зачем нужно вот этого нервировать? Потому что ты же сейчас скажешь, и он на свою жену с таким прищуром... Поэтому, чтобы не возбуждать в окружающей природе антисемитизма... Ну, это в те времена, когда жена не работала. Подождите, я ничего еще не сказал. Пожалуйста. Да ничего. Я даже ничего не знаю. Уже работать. Может быть, наоборот, может быть, это муж должен 20-50 суток посуду. Нет. Это было в те времена. Босприятие. И он в своей жизни ничего не знает. Сидим и... А тут еще есть медраж. И это вам не какой-нибудь шелханарон, где просто написано, как жить и что делать. Медраж, как вы понимаете, содержит в себе информацию еще и зашифрованную. И каждый рассказ медража – это некая сложная система, в которой надо найти ключ. А может быть, ее там и нет. Этой системы, того ключа, который к ней надо... Может быть, ключ в системе находится в совершенно другом месте, в другом медраже, в совершенно другой книжке. Вот я тут открыл три медража. Раз. Кедра, Глеза, Явлочу Мойни, Ну и фактически один из стихологических трактатов. Трактат Соблим, где тоже приводится изрядное количество медражей. На тему, о которой мы говорили в прошлый раз. И начать нужно будет с одного очень важного теоретического наблюдения. Дело в том, что мы с вами неоднократно встречаемся с противоречиями в разъяснении этого медража. И очень часто специалисты, профессиональные люди, которые изучают святые книги, они стараются на уроках определенные отрывки из медражей вообще не упомянуть. Почему? Во-первых, потому что возникают противоречия между более известными медражами и менее известными. Вопрос, кто делает медражи более известными, а кто нет. Всякие хитрые евреи, бородатые, которые выбирают и понимают, что если вот сегодня в данной обстановке этот медраж толкнуть вперед, Получится столица. Ну, народ начнет задавать вопросы многочисленные. А как же это? А как это? А почему так? И волнение. Волнение. Чтобы не было волнения, выдвигается вперед другой медраж. Так, спокойный, поучительный, который ни в коем случае не вступает ни в какое противоречие с взглядами современного человека. И так получается, знаете, такой слегка кастрированный, но зато приятный во всех отношениях толку. Без каких-то углов, острых, без каких-то таких непонятных моментов, но, поскольку мы с вами уже есть больше двух лет, купаемся в этом во всем, уже в какой-то момент надо выходить из этого состояния. Не резко, Но надо потихонечку уходить из этого состояния мягкого, приятного во всех отношениях изучения святых книг, что все должны быть добрыми и хорошими, а плохие всегда наказываются, и в таком духе долго-долго, но мы уже об этом говорили. И, к сожалению, благодаря вот этой вот миролюбивой политике Равина, огромная часть сложнейших, многосоставных, самых мудрых, самых удивительных вещей на обице в Медрашах остается за сцену, чтобы народ не волновался и не возбудил. И то, что я сейчас принес с собой, «Коль скоро мы дошли до этой темы царя Бога». И это действительно, прямо скажем, нет для совокупников. Мы сегодня это потихонечку до какой-то степени разберем. Конечно, полностью разобрать мы все не сможем, потому что есть много всяких деталей, много всяких мистических тонкостей, но мы это разберем. Для начала надо отметить все-таки в защиту тех людей, которые это все, что никогда здесь лежит и очень многое другое, стараются не афишировать. Дело ведь в том, что мы, к сожалению, находимся в очень нездоровой обстановке. Все. я имею в виду в данном случае ситуацию, в которой не всегда религиозные люди, ну и те люди, которые пытаются выглядеть как религиозные, не всегда дают положительный пример. Скажем, например, очень много случаев, когда светский человек живет рядом с религиозными людьми. И он знает, просто вот, живя рядом с религиозными людьми, что есть огромное количество отрицательных примеров среди этих религиозных. И он видит, естественно, прежде всего эти отрицательные примеры. Почему? Потому что положительные примеры, что на них смотрят. Живут себе какие-то люди, вполне нормально, никого не пробуют. То есть, и эти положительные примеры, они не видны, потому что из них никто ничего не делает. И они действительно не угловатые, такие достаточно закругленные по своему существованию люди, не видны. А вот отрицательные примеры, они всегда вырезают, потому что человек, вроде бы, религиозный, яркий, одевается в религиозную одежду, выглядит, как религиозный человек, начинает делать какие-то ужасные вещи, чудовищные, какие-то неправильные вещи начинают делать. И, естественно, первый вывод, который напрашивается, что вот они все такие, и тогда, когда еще на грузу открывается святая книга, в которой написаны какие-то очень странные, иногда шокирующие вещи, так это просто подбавляет масла в огонь. И человек, который, вроде бы, смотрит на отрицательные примеры религиозных, и нет, аааа, они еще всегда были ненормальные, я слышал, какие-то странные. И поэтому стараются это все как-то затушевать. Поэтому, перед тем, как это рассказывают, я сразу хочу предостеречь всех присутствующих. Еще, еще раз повторю, что так же, как и все отрицательные примеры, которые вы видели, людей, надевших одежды, религиозных, людей, выглядящих как религиозных. Эти все отрицательные примеры совершенно не связаны с самой религией. Дело просто в том, что люди могут быть нерелигиозными в отношениях между человеком и Богом. То есть, например, не соблюдать субботу, не покрывать голову простых наших делах, не ходить вмиг, то есть, вот эти заповеди не соблюдают. А могут быть люди нерелигиозные в отношениях между человеком и человеком. Они могут кого-то обманывать, я не знаю, насиловать, делать всякие гадостки. Это тоже нерелигиозный человек. Мне совершенно не важно, одет он в религиозную одежду или нет. Мы тоже можем с вами одеться в эту религиозную одежду, она продается в магазине. Вот он оделся, ну и что же он оделся? Он нерелигиозный человек, если он нарушает там или нарушает здесь. Поэтому эти примеры, так же, как эти примеры воспринимаются нами просто в силу внешнего, то есть мы смотрим на то, как человек одетый, начинаем делать выводы о его имени, не дай богу. Так же и метраж, который воспринимается в силу внешнего, странный внешний метраж, ни в коем случае не должен для нас компрометировать вообще все, что написано в святых книгах. Просто иногда это очень жестко и иногда с первого взгляда не совсем ясно. И тем не менее, противоречия медражам, которые было сказано выше, они делятся на две категории. Противоречия, которые легко или нелегко разрешены и противоречия, которые, соответственно, не разрешены. Что я имею в виду? Ну, например, противоречия такое. Между медражом, право, первое, что приходит в голову, про Каев, который убил Гаеву. В Талмуде Медраша Медрашаба написано, что он его долго-долго скучал, убил по конечностям, ни все никак не понимал, как его убить, потом вспомнил, как папа приносил жертву и зарезал, сделал шхиту своему браку, знаменитый Медрашаба. Это написано в Медрашаба. В Зогаре мы с вами упоминали, написано, что Каев укусил, жалил, Гаеву, как смеял его. Это классические противоречия, которые разрешили очень-очень трудно, потому что или же он ему отрезал голову с помощью шхитна, надрезал, или он его уже укусил, и тот умер. В принципе, можно сказать, что он его укусил, потом он начал долго-долго пить, и потом зарезал, и он умер одновременно. Но это несерьезно как-то. Очевидно, что это две совершенно разных линии, вроде бы, которые не сопримерны. Как к этому относиться? То же самое возникает целый ряд противоречий, связанных с личностью Билана, злодей Билан, который сидел, как вы знаете, в Медрашу, и заседал с фараоном вместе, и говорил убивать еврейских детей. И потом, через какое-то количество лет, когда евреев получали Тору на горе Синай, народы мира, их посланцы пришли к Билану, как к Хандуну, и пророку, и спросили его, а что это там такое за пиротехника в пустыне, что там происходит? Сказал, не могу, ведь это евреи там, Тора получали. И потом он натравил на евреев, мы будем учить подробно всяких нехороших девушек, некоженых, и затея удалась, и потом его убили в прошлой недельной главе, наконец, за все его художество этого Билана. Значит, вот такая судьба у человека по мидрашу одному. Сколько ему было лет, когда его убили? Ну, давай считать. Огромное количество лет. То есть, мой шарабейн в это время 120 лет, а Билан решал убивать и в леске детей вместе с фараоном или не убивать, когда мой шарабейн только родился. Значит, ну, ему хорошо было застояно Билану, а в другом месте, в Толмоне, в трактатесе, в еде. Вот, подише, написано, что Билан он не дожил до половины даже небольшого возраста человека, что он умер в возрасте 33 лет. Потому что про злодеев скажут, что они до половины своей жизни доживали. То есть, явная вещь, есть одна линейка и вторая, которая, ну, не соберешь воду. Прямое противоречие. Такое же противоречие мы находим про великана Ога, о котором мы говорили в прошлый раз. Человеку, который пытался уничтожить весь еврейский народ. Но как же относиться к этим противоречиям? Очень простая идея, очень важная идея, связана с тем, что, конечно, с точки зрения реальности было как-то определенным образом, наверное. Нам очень трудно сказать, что было и так, и так, и так. Но, почему в мидражах приводится несколько минут? Потому что эти возможности, которые приводятся в мидражах, неважно, для нас не самое главное, какая из этих возможностей правила, какая из этих возможностей была в реальности. Для нас важно, что все эти возможности что-то нам о ситуации, о людях рассказывают. то есть в первом сценарии, где Каин долго бьет Гевеля и потом делает имушки, это что-то рассказывает про этих людей, объясняет про их судьбу, объясняет про судьбу их душ, в конце концов, после того, как это все произошло. Потом, вторая версия, соответственно, тоже, что он его жален, еще сколько рассказывает о них, сколько объясняет. Это комментарии к людям и событиям, каждая из версий. Все эти версии вправе, все эти версии возможны. Это те возможности, которые вокруг реальности строят картину, предлагает Ведерарь. Так вот, знаменитейшая проблема, которая касается Элиэзда. Сразу начнем, пожалуй, с этой непростой для понимания текстовки и строката с облака. Написано следующая вещь. Ну, прямо всход. Ог, говорит трактат Софрем, это Элиэзда. Царь Ог, царь Башана, это раб Абрама Элиэзда. Мы уже в прошлый раз пожали плечами, развели руками, как это такое вообще, чтобы Ог, царь Башана и Элиэзда, раб Абрама были одним и тем же человеком. Ведь мы знаем с вами прекрасно, что написано про Элиэзда, в конце концов, просто вражь, что он цикан Витор, он старейший на доме Абрама, что он все у Абрама принял, все его знания, что он всегда за Абрама стоял в дороге, что он был вообще святой человек, из которого куча всего учатся, гала-апривая, там что угодно. Святой человек, после этого нам тоже рассказывает, что это святой человек встретил Игрейский народ, причем Игрейский народ ему письмо написал, мол, а можно мы их? И он прям собрал войска и бросился на потомков своего бывшего хозяина и погиб в этой страшной липии, не говоря про этот дикий мидрак, страшный, который мечтает про Вуди в прошлый раз про зубы, как он на голову гору поставил, понес эту гору, чтобы на евреях ее обрушить. А в этой горе сделали тырку мураги, она макова оделась этой горами, попытался ее снять, застрял сувами, и в итоге упал, и Мошераб его дали. В смысле? Мошераб тоже был нашим? Нет, ну, сначала он подпрыгнул и удавил, по лодыжке написано, в прыжке ударил мячом по лодыжке, то, значит, упал, и после чего ему отрезали его, такой вот дикий совершенно подметраж, который мы не до конца разобрали, сегодня еще немножко разберем, но, если все это учитывать, где, какой Ильезар оба права, каким это, как это вообще случилось, как это могло быть, ну, здесь Медраша это совершенно, Медраша совершенно не стесняет, они бы сказали такую вещь, так вот, вот это Ильезар и ступни ног Абрахама, братца он прятал в ладони своей руки, то есть, вот такая лапище, и он зачем, ну, скажи, что он был вальфоах, причем здесь ноги Абрахама и руки Ильезара, он же царь Башхара, вопрос замечательный, который надо разбирать, давайте сначала текст пишем, так вот, он прятал его ноги в своей руке, одна ты, приструнил ему, гоа, Абрахама Абрахама поругал своего раба, и от страха у него выпал зуб. Представляете, как Абрахама поругал свой раба, что у него там зубы начали от ужаса выпадать, это серьезный выговор с занесением в объеме. Синем же. А? Да, синем же. Синем же. Синем же. Синем же. Синем же. Последнее предупреждение. Нет, это был не последний зуб, мы знаем, что потом эти зубы... Нет, последнее предупреждение. А, ну да. Потому что потом еще было много зубов, в которых застряла гора. Ну да. И, как мы видим, уже тут с этими зубами какая-то серьезная проблема. Мы видим эту проблему. Там у него зубы застряли, здесь он получил по зубам. Что за тут такое зубы? зубы? Ну хорошо. И взял в него Абрама один, как зубы. Зубы. И сделал из него кровать и зубы. И бежал на них. А есть которые говорят, что это на самом деле была не кровать, это был такой тролл красивый из этого зуба. И сидел все дни свои на этом троне Абрама. То есть вот он поругал своего раба, ну что же он сюда пропадает, и выдавший зуб мгновенно был приспособлен в качестве трона. Да, обиделся, да. Видите, вот уже есть повод обижаться, вы билизун, согласны сами дашь. Так, а кто ему дал Абрама, спрашивали. Да. Откуда он вообще взялся, этот мутант огромного роста в обществе пронца Абрама? Вроде бы он фотоспертичный или нет? Я сам был посынан между свежим и нею. Нет, оказывается Поскольку он в рай и с вами дарит. Сейчас, мы в рай с вами приедем, может, не прямо сейчас, но так или иначе. Значит, и так его, оказывается, дал Абраму, вы будете удивляться, Немрод, легендарный вавилонский царь, строитель вавилонской башни, сделал подарочек прадцу Абрама. Значит, вообще отношения Абрама с Немродом, вы знаете, они складывались специфически. Когда ребеночком Абрама к Немроду привели, то он, значит, бросил его в печку, как вы помните. Вся эта знаменитая история тем, как Абрама с огня вылезал. Так вот, у них были такие, видно, сначала не очень хорошие отношения, потом они справились и Немрод подарил Абраму этого страшного мутанта великана и пошел вот этот огонь, и потом после смерти Абрама там построил города, и потом эти города, написано в Торе, в книге дворей были захвачены евреями в итоге после войны. Вот это все, значит, приводится, тут всякие непонятные подробности, сколько литров составляло капли его семени, то, что вообще нам непонятно зачем знать, то есть, вы имеете в виду, какие объемы были у этого легендарного великана, и это вот информация в трактате Сор. Я, почему они, а? Поливает какой-то новый цвет на историю Сорика, потому что почему она его не использовала? Сейчас сейчас все будет. История с риткой в ассортилитии, но такая, которую вы еще не слышите. А сказки вы понимаете, в волшебном обладе обязательно не существует? Ну, я же боялся, я же боялся, только обязательно будет тевать. Это же явно, что это не тешит. Люди рассказывают какую-то странную вещь, если бы это было поучительное еще. Сказки же, они, да, а здесь вообще что такое? Он на мой крикнул, вот зуб выпал, а потом он на него сел. Что? Какой свыр? Зачем мне это знать? Какая-то такая версия очень хитрая. Вы знаете, что это некая тема, которая в виде яркой, очень хорошо запоминающейся метафоры выдается, и ты, неся эту метафору в голове с этим зубом, попробуй теперь забыть, какой великан выпал зуб, и Абрамовин, и на нем долго сидел, праздник трона, значит, из-за этого стоит какая-то идеология, которую надо понять. Так вот, приходит переезда, о, приходит в гости к Бетуэну за рифм, за место для места. И заявляет, раб Абрама Ян, знаменитые его слова, это Романокий, и рассказывает, как он пришел к источнику, как он встретился с святой, как он быстро, удивительно, быстро, чудом быстро добрался от Хеврона до Харана от святой земли до этого места, что действительно произошло такое поразительное явление, он очень быстро добрался, прошел за несколько часов путь нескольких дней, вот, и написано в медраже следующее. Вышла рифка, чтобы черпать воду, в тот час он ее увидел, Ильянов, и она не знала его, однако приняла от него, она согласилась, как только он ей сказал, приняла от него идею выйти замуж за Ицхапа, потому что она была уготована Ицхапу с рождения, и вот написано про нее, вот, рифка перед тобой, Батуэль, отец рифки, даже Батуэля, дальше Батуэль умер, мать Невки, Илавана, они говорят, пожалуйста, забирай, утром встает раб, в следующий день видит ангела, который стоит и ждет его снаружи, и поэтому раб говорит слово «Альте Ахароти, не задерживайте меня», говорит он всем, «мы здесь не будем сами сидеть, спировать, я сразу забираю рифку и ухожу», вот, и он специально хотел задерживаться, чтобы не уединяться с этой девушкой, с рифкой, ночью, и для того, чтобы не пришлось ночью с ней идти, и на обратном пути снова произошло удивительное такое явление, очень быстро добрались, тоже, до наступления ночи, как тоже, в общем, достаточно ясно написано в Торе, и к вечеру как раз уже были на месте и увидели Ицхака, который в этот момент молился Минку, все это известное вот тут начинается, сказала Абрама Ицхаку, раб этот подозревается во всех грехах, которые в Торе и обман в руке его, мирма бьет, Абрама говорит, и сказал проявление, что этот рак подозревается во всех грехах, которые в Торе. Как написано? Где это написано? Это цитата известная из пророка Иоще Кнаанду и огромное знание, мирма, что у Канаанца в руках весы лживые. То есть, он или это? хам в прямом смысле этого слова происходящий, вот хам из тех племен, из тех племен. Как он? Кто хам родился? А? Он родился. Сейчас, сейчас, мы сейчас еще здесь не написано, что это он. Написано, что он оттуда, из Сирии. Он же из Сирии, в Торе. В Торе. Никто не обринял. Как его оттуда? Так вот, значит, вот он, этот Ирина. Он, Канаани, такой хам во всех смыслах этого слова. Так он, значит, подозревается во всех грехах и во всех обманах. Поэтому приведи девушку в шатер. Это тоже самое, здесь написано в Перкиле Аберезе. Приведи девушку в шатер, говорит Авраам Ирина. Ну, что, буду цитировать, как написано. Что это? Это же, в конце концов, я же не виноват. И вымель ее девственность посредством пальцев. Если она чиста своей девственности, она достойна тебя. И так он сделал. И показал это Авраам. Как показывает Авраам результат своей проверки. Авраам и после этого берет ее. Надо заметить, что вот здесь Перкиле Аберезе здесь вообще еще дописано на этом деле. И это еще мало, потому что здесь написано. Что он ее таки завел в шатер. и вынул девственность посредством пальцев. И показал Аврааму. И после этого взял. И дальше добавил. И так евреи действовали, так евреи практиковали, чтобы вынимать девственность посредством пальцев, чтобы не прийти к сомнению. И приводится ужасная вещь. В доказательстве этого дела прямо по суке стор, где написано и возьмут отец дочки и ее мать и вынесут девственность своей дочери нару. И покажут равенскому суду. То есть мы-то привыкли современное, обтекаемое понимание. Тоже правильно? Потому что никто ничего хас-эшел не вынимает. Если вот начинающий человек придет ко мне и скажет мне, что я слушаю, что прям такое вот, такое делаю, такое кто я ему скажу, да ты что, милый, я ему могу раз, естественно. потому что у меня здесь раши и в раши ну прямо там написано, что никаких простыней никто никуда не выносил. В Торе написано по-русу, а сила расстелят простыню. Это имеется ввиду, говорит раши, что это должно быть ясно, это должно быть как вот прям на блюдечке, как расстеленная скайна. Так должно быть все ясно, что она не вылудила до брака. И вот этот нехороший человек, который про нее гадность рассказывает, что она до брака вылудила, его будут наказывать этого ими. А так, ну никакие, ну что вы, ну мы же цивилизованы, все. И обратно. А на самом здесь, 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 мало того, что простыня, простыня это уже классно, простыня, после того, что здесь написано, простыня это вообще не лунда. Да, ну и что? Мало ничего, если девушка, все с ней в порядке. Она, значит, в молодом возрасте без всяких хулиганок и безобразий. Выходит замок, перед рельезой, с семьей за рельезой, мальчика, с ним тоже все в порядке. И вот они, значит, довольные, ну, кровь там, простыня, ну и слава Богу, в себе что не показать? Да, вопрос активный, можно не показывать, можно показывать. Но вот это оказывается говорит Петки Грабилиеза, что смысл того, что написано Торин гораздо хуже, чем простыня. Простыня. Смысл в том, что евреи практиковали это очень долго. Так, как сказал Абрама Абрама Схаба. Сначала проверить вообще, ты можешь прикасаться к этой девушке или нет. Это достойно девушке или неизвестно кто. Понятно, что все это должно быть очень четко понято и объяснено, как это так. Это что же это такое приводит девушку в дом. С простынями объемки ее там принимают. После этого жених вместо первой брачной он заводит ее в комнату, делает ей процедуру рукой, выясняет все ли в порядке. Это больно же в процессе. После этого с этим делаем, после этой процедуры он идет, показывает родителям. Родители брау, все в порядке. Все смеялись. Что это такое? Как это относиться? Я говорю, что это не 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 в порядке. Как это так? В чем здесь дело? Оказывается, что мы совершенно по-другому уже воспитаны, по-другому себе представляем всю процедуру. тогда мальчики берут тоже. Вот эти мальчики, которые живут, про них сказано, что их первые мальчики это решить оно. Это начаток его силы. Что такое? Что они специально берегли все свое время взросления, сколько там было времени, первую каплю семени своего. Ну, смотря до какого возраста, до 40 лет. Нет, до 40 очень тяжело. Но 13 лет они, это 13-14 лет, они же до 13, 500 лет назад. Это не тысяча лет, не две тысячи, но 500 лет назад, 15 лет это уже фон 13 лет человек. становится взрослым, 13-летний мальчик, в больницу, и он уже, что, если он может, если он уже созрел, так что ему теперь делать? В интернет смотрят? Восьмеклассные? Нет? Пусть верится. А жене? Жене? И жене, примерно, сколько? Нет, ну, сейчас так не делай, я никого не призываю жениться в 12 лет, и я объяснил, тогда это было вообще нормально. Тетя, не пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, понимаете? Пять и никто не ум, другой я опять, я не призываю, вон у меня уже почти три старых девы дома сидят, старше, 16, понимаете? еще тринадцать, это и скоро будет двенадцать, ну, две, две уже не все, по старым меркам они надежды потеряют, ну, а в всяком случае, одна-то вообще не стоит, вторая еще как, ей 14 лет, она еще может быть, есть какие-то надежды, а и вот это вот самое сейчас третье, двенадцатый вот, летний вот будет, он начинается как раз рынок основного, да, то есть, но, сейчас-то вообще никто не делал, все изменилось, но, поскольку мы не представляем себе все эти процедуры, почему? да, я не имею в виду возраста, я имею в виду всей, как она вообще выглядела, эта процедура тогда, в те времена, но я не знаю, дело в том, что брейки тоже с процедурой, нам казалось, нам бы казалось, что это, конечно, варварство, какая-то романтическая, такая первая брачная ночь, все это, сейчас, что делают люди вообще, в разных у нас откровенный разговор, что творят, раввины, понимаете, с такими бородами, они советуют так, ну, у нас же есть вопрос, логический, что как только муж с женой, первая брачная ночь соединяется, и жена действуется, то после того, как выходит в кровь, они опять должны разойтись в кровь, и какое-то время ждать, во-первых, вышла в кровь, после этого, нельзя иметь опять близкие отношения, неправильно, надо ждать, это тяжелейший геологический вопрос, есть всякие споры на эту тему, почему надо ждать, в конце концов, ждать надо, когда у него начались месячные, а здесь никаких месячных нет, это все равно, что это просто травма, ну, так или иначе, значит, по общему обычаю, везде ждем, теперь, правилу уже дошли до того же, говорят, ну, может быть, в первую брачную ночь не обязательно делать именицу полностью, можно просто так, побыть с друг с дружкой, вот, ничего себе не делать такого окончательного, может быть, там, вторую ночь, что же, там, третий раз, чтобы она успела к тебе привыкнуть, все это, да, такие вещи, хотя это нить, это вообще, надо делать сразу, естественно, по закону, короче говоря, сейчас очень сильно все представления об этом изменились, и поэтому сейчас мы как бы смотрим на это все с той стороны святых книг, с той стороны Торы, вот с той, которая у меня там спрятала, где все это действительно выглядит очень мило по современному обтекает, потому что у Торы есть все стороны, это же абсолютно всеобъемлющие законы, всеобъемлющие мировоззрительные, поэтому мы сейчас все это повернули, этот шаг, повернули той стороной, которая удобна для рассмотрения, приятной стороной во всех отношениях, но тем не менее, старая древняя, мы видим, что это совершенно по-другому происходило, девушка приезжала, и для нее это был великий почет, это было великое, она знала, что это будет, она приезжала в дом своего будущего мира, и то, что вот это вот происходило, у нее заводил, выносил, и пока это, это показывало, что девочка находится в правильной семье сейчас, и находилась в правильной семье, в правильной воспитании, то есть вообще никто на это плохо не смотрит, потом постепенно ситуация просто изменилась, это другое, хорошие взяли, нехорошие взяли, то есть мы сейчас оценки не можем давать, потому что если мы смотрим с современной стороны на это все дело, очень часто всякие есть здесь проблемы, и в том числе даже с Эдисифами, вы знаете, я сам был свидетелем довольно-таки неприятных сцен, когда дама старшего поколения пришла после первой праздничной ночи к невесте, родственница со стороны мужа, и затребовала простыню, совершенно спокойно, делового какого-то. А как вы потребовали к нам влетели 10 человек? Ну, да, это я тоже был свидетелем, я тоже. Я знаю, что мне человек звонил, я вам как-то рассказывал, человек звонил, забаррикадировавшись в своей комнате, потому что уже два дяди с ее стороны и с его стороны в пяти утра прибыли и пытаются войти, потому что они должны получить вещественные доказательства. а он мне, значит, из-под одеяла по телефону не могу найти ничего, не вижу ничего, вроде все нормально, но не могу найти. Я ему там, значит, прям ввел трансляцию под одеялом. как он должен искать, что он должен быть. Борь, репортаж с собой. Еще как вы, понимаете, еще как, патронеры растерялись, не знали, как искать. Выбежит очень часто как, сначала появляется красного цвета, а потом белого цвета. Вы не видали, значит, это на перевернуто. То есть, я не могу это таки видно, да. Так я это с такими нехитрыми секретами, значит, по телефону, и таки все нашли, я говорю, ура, все здорово. Сейчас я открою дверь. Понимаете? А он ведь чуть ли не шкаф, он уже там заговорать, заговорать, это дверь, да. То есть, в принципе, сегодня это все выглядит анекдотично, потому что это столкновение вот этой традиционной, спокойной, домостроевской такой реальности, да, они с тем, что сейчас. И эти столкновения для кого-то анекдотичны, для кого-то, между прочим, трагичны. Так вот, это один кусок. Вроде бы все, пока понятно. хорошо, значит, оказалось, что несмотря на то, что Абрам говорит Искаку про Иллиезер, что этот Иллиезер, он подозревается во всех грехах, он вообще страшен, ничего плохого Иллиезер не сделал. Оказывается, что все хорошо, оказывается, что Иллифка годится. Ну, и из-за того, что Иллиезер сделал милость Искаку, Искак и выпустил его на свободу. И дал Всевышний ему награду в этом мире. И сделал его царь Бог, и это Бог, царь божества. Вот здесь закон. Говорит, дело в том, что ему не первый кусок, я лучше говорю, первый этаж. Что вот потому, что он мог бы эту Иллифку в дороге 25 раз атаковать, а он и не тронул. И он ее сдавел, и он вел себя вполне прилично, постарался, так в этом мире ему дали награду. Все только в этом. Совершенно другое. Причем стык в стык. Понимаете, два за, один идет за другим. Вот где парадокс. Когда увидели кольца на руках великие, пишет, я очень люблю, все собрались, чтобы убить и резать, кто все не указывается. То есть, когда она пришла с этими всеми дорогими украшениями дамами, все, естественно, пошли громить этого мужика, который все это привезли, у которого там еще куча вербут. и увидели, что он подхватывает на руки, чуть ли не подмышки, двух верблюбов и переводит через речку. Вот когда они все побежали его громить, они увидели такую картину, что он, значит, с двумя громкими идет через речку. «А-а-а-а!» сказали. И решили не трогать его. Ну, зато они поставили впереди тарелку, а мне я, потому что хочешь. Как хоть ты двух ребёнок на себя звали. Здесь хорошая порция мешка все губки. И И в засуху Абрама. Эта тарелка подменилась, как-то они там не так сели, как вы знаете, Бутуэль тарелку употребил и убил. Почему? Интересно учиться. Вайю сам ле фанам ле коль на ресторе. И было помещено перед ним хуже. Вайю сам. Слово сам это снадобье. Это нужно то, чтобы перед ним предпочено было не кушать, а дреться к этому туда поднимать. Ну хорошо. И почему же он умер Бутуэль? За что же отец Витки так пострадал? Оказывается, он был начальником в этом году. И потому он назывался Бутуэль, но нельзя говорить со словом «девственник», но от слова «девственник». Всякая девственница, которая выходила замуж, он ее первую ночь, себе право первой ночи, значит, тоже. Гениальное изобретение – это было изобретение отца Бутуэля. И вот он, значит, тема прославился, как и назывался, Бутуэль от слова «девственник». Увозребитель есть. Так вот он так сядет. И после этого она возвращалась к своему. Так собрались все его коллеги, министры, чиновники и сказали, если он сейчас, когда выдает замуж свою дочку, сделает с ней то же самое, что с нашими дочками, тогда ладно. А если нет, будет революция. Или он будет до конца принципиальным в своем законе и будет делать это с собственной дочкой тоже. Или если ему это не понравится, то мы его в самом плохом варианте смещаем в занимаемую должность. Поэтому он умер, сообщает Бутуэль, чтобы спаслись Элиезар и Бутуэль. Потому что если бы его стали смещать в занимаемую должность и началась бы революция в городе, то неизвестно, чем бы это все закончилось. Значит, ну, опять же, они быстро добираются до Хеврона, выходит Ицха беседовать в поле. Откуда он вышел? Поецей Ицхак. Вышел Ицхак. Он вышел в Израильскому саду, говорит им. Никогда. А тут написано, что революция упала с верблюда. Вы знаете, это прям в том, что она увидела Ицхак, своего будущего мужа, и он так ее свозил. На прямом смысле этого слова, крохлость. Свердлый. 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 Нет, все. Свердлый. Нет, ну что. Ему было сов. Он уж сам расцвечился на меня. Вот. Так что, и вышел Ицхак из райского сада, а она упала в Свердлый. Почему он упал? Она, видите ли, видела пророчество своим духом, что из этого человека получится злотей Ицхак. Что-то плохое в облике великого праведника Ицхакова. Был еще своего мужа. Она увидела, сильно поразилась своему пророчеству и упала в Свердлый. Что произошло? Произошла, произошла степра в момент, когда она упала в Свердлый. Но это мы, кстати, учили с вами. Она стала, ну, капец, то есть ударенная щепкой, потеряла детство, детство. Упала, ударилась. Вышла у нее кровь оттуда. И, написано, что Бог послал Ангела Гавриэля, именно Гавриэля, чтобы эта кровь никуда не делась, чтобы она осталась на ней, не пропала. Пришел Ицхак с Ривкой домой, имел с ней близкие отношения и не нашел в ней детство. То ли любовь, то ли как иначе, не нашел. Нет. И, естественно, он ее подозревал в том, что она имела по дороге отношения. Свердлый. Сказал ей, девственность твоя, где она? Сказал ей, ну, когда я упала в Свердлый, я ударилась о перевязке. Сказал ей, ну, видите, эту вот следующую празу, я ее опустил на нашем занятии. Когда мы это разбирали, решил, ну, что, зачем я буду все читать. Ну, мы же постепенно понимаем. Ложки говорили. И Ицхак не верит религию. Первый врач нам же говорит, это пройдет. Это Ильеза имела с тобой отношения. Она поклялась. Ривка после этого поклялась Ицхаку, что Ильеза к ней не прикасалась. Они пошли и нашли деревяшку, окрашенную кровью. Ицхак узнал, что она чиста, точка. Сказал Семишину. Что я сделаю этому рабу? Которого подозревали. Обратился к ангелу и сказал. Заведите его живым в райский сад. Потому что его подозревали не в справедливости. И это Ильеза. Сын Нимрада. Здесь царь Вашанский, которого Нимрад просто подарил. А здесь тут же, следующий абзац. Это Ильеза, сын Нимрад. Он же был мутант. А здесь это не дорисовано. Это дорисовано в предыдущем абзаце, что он мутант. А здесь ничего не написано, что он сын Нимрад. Сейчас, 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 сейчас уберемся. И это большое изумление, говорит Нимрад. Ицхак вышел из райского сада, А Ильеза туда вошел. Вот такие удивительные вещи. Поразительные совершенно линии. Вообще таких мидражей очень много разных. Про разные случаи. Но читать их просто как книжку, как вот есть замечательные издания, мидражно рассказывать. Это очень смешная книга. Почему? Потому что такие вещи просто прочитать в русском переводе это, ну, абсолютно не смешная книга. Во-первых, надо знать все, что написано везде в разных местах на эту тему. Понять, как мы улицы наши все дело скомпоновали, что к чему относятся, и как вообще понимать. Ну, немного, несколько соображений. Мы видим, что есть на самом деле две линии. Две больших линии. Первые линии совершенно отчетные. Это в той линии, где у Илья Зарова падает зуб. О, это в той линии, где он действительно, Ох, царь Пашана. Это вот в той же самой линии. Он мутант, он страшный. И он подозревается в этой линии во всех грехах. Абраам говорит, это я вам собираю сейчас из трех. Да? Из трех вот этих вот фактов, из трех мест я собираю в одну. Вот в эту линию. Линию Элиезера с отрицательным лицом, неправильного человека. Но все равно в Торе написано, что он раб Абраама, что он был старейшим его дома, и что он сделал для Абраама прекрасные вещи, он сделал для Ицака прекрасные вещи. И в итоге эта линия завершается тем, что его награждают земными дарами. Царством земных он становится царем Пашана. И если бы не его непонятная выходка, его атака, которую он организовал в долгие еврейского народа, ничего бы не было, он бы продолжал царство в Башане. Долгожитель, царь Божа, человек благословленный в этом мире. Вторая линия совершенно другая. В ней получается, что Элиеза это святейший человек, праведнейший человек, раб Абраама. И это совершенно не обязательно, что это у царь Башана. Здесь не написано. Это человек, который был сыном Нимрада, и который отказался от своего отца, получается, в пользу от отца злодея, страшного человека, в пользу того, чтобы быть Раму у Авраама. И этот человек, Элиеза, он пожертвовал всем ради своего хозяина. и живым зашел в итоге в райский сад. Совершенно противоположные две линии педража. Зачем они нужны? Что они показывают? Первым делом берем немножко с первой. человек, который учился у праца Абраама, был подая ему первой линии Нима. Чего это он подая Нима? Оказывается, это тоже напиток здесь перхейдер Абриетов. Тогда, когда Абраам Абир уходил из Ура Касгинского, уезжал в свой Израиль, ему все местные салонники цари выдали подарки. Конечно, не потому, что они его любили, а потому, что наконец это жидовский может быть. То есть, они были готовы просто задарить ему, отдать им самое лучшее по случаю того, что он наконец-то отсюда спал. У него такое счастье окружающего нару, невероятно, что наконец этот человек, который портит кровь вообще всем, и всех не дает нам веселиться, не дает избег. То есть, вот все время что-то не то говорит, подругу, и не только подругу. Так он наконец удержался. Так они были готовы уже, чтобы он ушел поскорее, отдать все самое дорогое. И вот этого мутанта замечательного, которого можно было использовать, такая вещь в хозяйстве, потрясающая, неверо, который только чтобы был готов в обрамовину в печку бросить, он думал, пришел обража, дорогой, вот, я тебе дарю, это от всего сердца, живи в своем Израиле, долго, не выезжай, до святой день. До свидания. И еще какие-то другие пора в этом все собирать. И вот этот лес, который подозревается во всех веках, при всем при том, который такой хам, который такой неправильный человек, он дарится, переходит, значит, в собственность и все для него идеально делает. Но поскольку этот человек изначально он злодин, изначально, он неправильный, много чего неправильного в связи сделавший, сделающий, ему предстоит много чего неправильного сделать в жизни, из-за этого этот человек, этот мутант, получает награду его прижим. Но единственное, что непонятно, как же так случится, что он атакует еврейский народ. Хорошо, этот ра-браам, он мог быть неправильным в отнимшем, но он же ничего плохого от евреев. Наоборот, вроде бы его хавра-браам приближал и все ему его опустили на свободу в конце Нимрад его на свободу не отпустил. Он его каким-то путем прежде всего с помощью мистики привязал к себе, не давал его, не отпускал его на свободу. Этот бедный мутант должен был постоянно Нимраду прислуживать. А Ицхан за все его, за все его добро, отпустил его на свободу. Он получил все, что он хотел. Царем, что тебе надо, что тебе не живет. Райский сад это совершенно другая история. Это вторая лента. Мы говорим, что он при жизни он получил все, что ему нужно. Из рабов он выбился в царин. Да, он мог подумать все в городе. Да, они же еще ничего страшного не сделали, но он первым вышел к Нимраду. То есть они, может быть, даже еще и не стали с Ним воевать. Первым выбежал на встречу и атаковал. Явно, что у него было что-то отрицательное. Ну, да, конечно. Мы понимаем, что намек с зубами он явно для чего-то существует. Что этот намек с зубами у него зубы застряли в этой горе, а когда то у него выпадает зуб, потому что Авраам Алина его приструнил так он на него напал Авраам Алина, что у него зуб выпал. Что такое это все? Да, и еще этот зуб, как мой зуб, он на него сел. То есть он из него сел себе кресло и он на моем зубе наличном еще сидит и гостей принимает, как на слоновой кости. То есть он легчистый. Ну, и нет. Но Авраам Алина привел в порядок этот зуб довел его до блеска. Понимаете? То есть этот намек он пока что из-за того, что один раз Авраам Алина один раз на него как след напал по какому-то естественному серьезному поводу. Авраам Алина просто его не критиковал наверняка. То, что Авраам скажет Искаку в этой линии, что он подозревается во всех грехах. Понятно, что он что-то очередное сделал. Он его где-то обманул, что-то подставил его в чем-то. Потому что Авраам Алина должен был представляться всему миру, а вот его раб, который мог сделать все, что угодно, так он его наказал, и это наказание в нем осталось. И теперь вроде бы он решил отапстить. Это понятно, более-менее. Но это, конечно, очень просто для всего этого закодированного детства. и я вам расскажу объяснение, которое слышал в Святом Городе на эту тему однажды в Иерусалиме от одного почтенного человека, уважаемого Алина Сипарского. Как это понимать? Хотя Алина Сипарского объяснение на очень такое в башкинарском духе получилось. Оказывается, ситуация примерно выглядит так. Представим себе Рейд учителя и его учеников. Есть ученик, который все старается делать, который никогда не подводит своего учителя, который всегда считает себя самым лучшим учеником. И про него действительно написано в Торе закандует росторечно домшим. Самый главный человек в Абрак. И есть сын Яцкар, который в принципе замечательный ребенок, хороший, но он же ничего не сделал в своей представлении первого ученика Илья он был слепой всю жизнь на Илья 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 Он сидел дома, ни на что не влиял, ни в не участвовал, практически ничего не делал, только там его рабы иногда копали колодцы там какие-то, воду искали, и все, и больше ничего. А все что сделал, воевать кто с Авраамом Хадидом, кто кроль свою, тельняшку на всех коровах, Илья Хадидский вместе, воевать с этими царями, с этими, выручать лото, все все до него жизни своей искал. Что в итоге получается? Что все воинте набрал и дал обратно. Коля ошибло, все, что ему принадлежало, говорит Тор вновь хейсер плит как все из какой-то нет, а что получает Илья же? Почему же мой товар не нет, конечно, мы сами понимаем, надо давать сын, все это правильно. Но мои заслуги перед моим учителем, я жизни своей не жалел, бегал за этим рифкой и по дороге не то что пальцем, как они даже не смотрел, такой я святой человек, я все сделал, что они хотели. И что я получаю? От Авра ничего. Единственное, что я получаю, Исхат говорит, ну ладно, бывает, пока я тебя отпускаю на свободу, что ты не улыбаешься, что не радуешься, ты не понятие, я на свободу лову, валяется. За руку не плачет. Да. Свою очень хорошо. Да, То есть ничего не получил тут. Как так? И тут все вышли понаспел, я его сейчас награжу в этом мире, он будет царем уважать, хорошо. Но это же можно объяснить этому мутанту, что благодаря тому, что Ицкар отпустил его на свободе, он стал царем уважаем, он стал царем уважаем, потому что у него такие гениальные способности. царем я вывелся, я не умер на кусок. Но я же светлый гений, и поэтому меня выбрали, выдвинули в царе. в царе. вот я сейчас царствую, и теперь эти люди всей толпой, эти цхаки, они еще идут и чувствуют себя хозяином, как будто опять ты писал, ничего не сделал здесь, ты эти города строил? Ты этот народ усмирял? Ты с моавитян воевал? Ты вообще что-нибудь здесь сделал? Ты кровь пролел в эту землю? Ничего. Ты пришел. Можно через вас проиграть? Извините, пожалуйста. Кто ты такой? И вообще все, что тебе принадлежит, это на самом деле мое, потому что еще тогда у меня это все украли, когда я своей жизнью рисковал ради братца Аврато. Или они, носатые его потолки, они, значит, заявляются сюда со всем золотом, со всем имуществом, которое вынесли из Египта благодаря заслугам моего Рэбе, братца Аврато. И вот это все они сейчас несут в землю обетованную. Я должен на это смотреть, и я опять должен присмыкаться, пожалуйста, проходите, да я вам сейчас сделаю. И результат, который мы читали в прошлый раз в Геморре, в Трактате Неда, Моша Рабри не спутался, через прошлое, вот этого всего, что может действительно, действительно может обделили, может действительно несправедили, Моша Рэд же нечасто, он не во всем этом, он же ничего этого не видел, естественно, при Абраме, потому что он не жил, а тут человека обделили, действительно, не обратили, как Абрам Авины мог подойти к кому-то несправедливой, Ицхах Авины, были случаи, были прецеденты не того, что несправедливого, но достаточно жестко, с последствиями, я напоминаю вам историю с девушкой Тимной, которая пришла принимать Гиу, так сказать, пришла с распростертыми объятиями, пришла к братцу Ицхаху, он не посмотрел, видел плохо, но то, что надо сразу убедить, что она мамзер и закон ордена, что она вообще совершенно не подходит из-за этого еврейского народа, и мы не могли этим взять, она пришла к Исаму, он ей тоже особо не интересовался, но отправил к Афиналожнице в первую свою фазу, который был на самом деле отцом этой Тины, о чем не воззревал мужа. Это первая Исаму, когда-то одна из многочисленных замужних женщин, с которой им активные отношения, была мать идти. Сейчас его настоящая дочь, она пришла к наложнице и рождается к этому делу, дважды мамзер авалитра. И это почему? Потому что про отец и царь все правильно про нее убедил и оттолкнул. Если бы он ее не оттолкнул, хоть что она, хоть как она, где она приспособлена. Главные эти семьи во всей еврейской истории на свет бы не появились. Обошлось бы без авалитра. И это совершенно четко ставится в Талмуде на что конечно это решение правильное и четкое решение великого кабаниста, который видит человека насквозь. Он незаконнорожен, я помогу, я вижу, что он незаконнорожен. Все, я его себе в компанию не беру. А подумаю, посчитать, а вдруг что? Хотя конечно хорошо притиковать про царь Иска, который видел людей насквозь и взял себе незаконнороженную компанию. Нам легко. Но может быть здесь тоже была задопущена какая-то ошибочка с Ильиэзом. Кто же знал, что этот Ильиэзом подозревается на самом деле во всех грехах, которые вообще существуют, постоянно обманывал про отца Авраама, как Авраам говорит Ицкак в Медраже, далел того, что Авраам и Ишхэз, человек милости. Он так поговорил серьезно, что тут безумно остался. Это надо довести в его брата Авраама когда вообще никогда никому ничего голоса не поднимал. Тут вдруг что-то произошло такое, что он сделал такой этот мутант. Надо представить, что Авраама мило на него так напал, так его атаковал, что у него челюсть ушла. Вот. как это? Действительно. Поэтому действительно во всем во всей этой линии мы видим, что мощь на время имел все абсолютно на основании. Не зная ситуации, не зная поведения резора, опасаться за уши. Его таки дам обошли бедного несчастья. Сейчас он выйдет навстречу и скажет, так, я лучший ученик братца врага, все мне, все золото мне, все проваливаете отсюда, еще по шею дает. все поэтому он пугается и Всевышний ему говорит, а где ты ему не будешь того. Он ничем не лучше предыдущего Сихона, своего родственничка, этого второго мутанта, другого царя, которого они победили. Что на самом деле никто его ничем не обделял, или только такое ощущение не может, что кто-то ему что-то не додал. Он не тот человек, не так сон, которые должны были без конца что-то давали. Идя по этому пути, мы видим, что может произойти между учениками одного учительства. Замечательная вещь. Лезарь, который учился у праотца Авраама, который близок к нему, и потомки праотца Авраама, которые тоже приняли из его традицию, они встречаются на поле боя, убивают друг друга. И, конечно, это страшная картина, до которой ни в коем случае не должно доходить его. И вторая версия, совершенно другая, по которой Элиеза, идеал, святой человек, живым заходит в рай. Что же мы имеем из этих двух версий? Мы имеем из этих двух версий того Элиеза, которого хотят нам передать мудрецитон. Это очень сложно соединить эти две противоречащие друг другу в корни версий. То есть, с одной стороны, получается, что этот человек мтан, враг, весь неправильный, подозревается во всем, грех, получивший исключительно земные награды за те милости, которые наказал отцу Аврааму. С другой стороны, это святой идеал, который можно что-то выучить и что заходит в райский сад. И эти две стороны совершенно противоречащие другу. Показывают, что в одной личности возможно соединение этих элементов. Вот что мы видим. что одна личность, даже как прокат мы видим, что этот человек, он мог одновременно и ужалить, убить своим укусом, как змея, а мог долго стучать еще шхиту своему брату. Так был. И то, и другое мог. Оказывается, Элиеза раб обратно. Он тоже и то, и другое мог. Он мог быть в какой-то момент идеальным святым человеком. и мог быть мутантом, который своей руке зажимает ноги братца врата, зажимает врата, то есть не дает двигаться. он как пивери на ногах у праот царавра, что хочет сказать медра в этой плохой версии, первой версии. Не дает ему это. То есть он его дискредитирует со страшной силой своего учителя, этот мутант. С одной стороны, с другой стороны, он может живьем войти в райский сад. Это касается любого человека, находящегося рядом с праведником. Вот в чем здесь один из самых простых ключей этого противоречия. Человек, который стоит рядом с праведником, это опаснейшая позиция. Он может в итоге остаться в истории мутанта, уродов, который погибнет от рук настоящих учеников этого праведника, и так ему и надо, а может быть, живьем зайти в райский сад. Потому что позиция рядом с праведником, это страшно опасная с одной стороны, с другой потрясающей важности позиция. Когда ты рядом со святым человеком находишься, ты можешь с ним вместе идти в райскую сторону, а можешь так себя вести, чтобы в итоге все вообще потерять. Сначала зуб, потом все остальное. Сначала один зуб, а потом он всеми этими зубами своими врезается в гору. это означает? Написано в Муде, не читая Шенеюшенши Баха, что Всевышний разбивает зубы злодеев, знаменитые слова царя на то, что сожра схватить. Идеи, понятно, человеческие зубы, ничего существует, для того, чтобы хватать и пережевывать, и отправлять муде. Схватил, пережевав, а у животных это вообще главная сумма, для того, схватить добычу и отправить муде. пусть будет хоть на один меньше. Такой намек. И Абрама превращает этот зуб, который символизирует хватку его раба, нездоровую, очень много хочет. Своими зубами нацеливается на большой, большой кусок первого. Абрама делает из него трон, седалищ, на котором он сидит. Зачем? Показать Ильезару что он решит, что дать ему, что не дать. То есть на основании этого инстинкта, этой хватки Ильезара ничего не должно быть, никаких не должно быть событий. Она должна стоять, эта хватка Ильезара должна стоять, Абрама мимо на нее сядет и будет на ней сидеть, чтобы эта хватка была абсолютно нейтрализованной. То есть это у тебя вместо зубов будут мои таблетки. И я на них буду сидеть. Они будут тихо стоять и ничего не будут хватать. Они будут просто меня поддерживать. Зачем? Показать, что самое великое, вот сейчас вот чем должен заниматься Ильезар, это только поддерживать братца братца обратно. Не хватает зубов, а пусть на том, чем он хватал, пусть просто праведник на этом сидит попой своей и все. И ему хватит потом, всех заслуг ему хватит. Дай мне спокойно на тебе сидеть, на твоих хватких зубах, на твоих инстинктах, чтобы тебя прибил к земле, я на них буду сидеть, ты меня будешь поддерживать и ты все получишь. Ты не волнуйся, тебя не обтимуют. Совершенно ясно если чуть-чуть прочесть мидраж, все становится понятно, но загадка с такой яркостью, с метафорами, с этими зубами, с этими тронами, чтобы видно было человеку в момент, когда он зачитает, чтобы это входило в виде образа, в виде метафора, не просто в виде метафора, такой шип. И в итоге это заканчивается тем, что он не слушается праотца Брава, он не понимает этого. И вот это его хватит, причем все они застревают в горе. Гора, как он говорит Исваль, это обозначение праотца Брава. То есть вместо того, чтобы спокойно стать стулом, табуреночкой, на которой сидит правильно, он как бы хватает его зубами, ну дай, дай, хоть отпустить кусок от праотца Брава. Ну, естественно, погибаем, потому что такой веезовый, он подадится царьникову, если начнет пытаться его пустили. пустили. Точно подадится. Вот он подадится пофигалотикам. Маленькие, трудолюбивые, муравьевые, эту гору подточили. Не, ну что, сразу китайцы. муравьевые, это следующий вопрос, это уже политическая проблема. Я не могу указать, вы знаете, это не деликат. Но, если обойти национальность, из муравьев очень много чего учатся, там люди много пролетаризма, что они такие прям молодцы, строители, такие трудолюбивые, вот они все так делают. То есть, эти муравьи маленькие, но они совершенно не заметны. Огромный вот этот вот мутант, который требует, у него хватка такая, хочет много чего схватить, и маленькие муравьевы вообще их не заметны. Самое маленькое творение и самое огромное. И вот это самое маленькое творение, оно на самом деле важнее, позитивнее, оно лучше, чем самое большое, потому что это маленькое творение, оно привез растиночку, этот, пыночку, этот, пыночку, все одно, другого, какое построено. Они все вместе, никто, никого, ничего не выхватывает, все несут в общий кафе. Вот это то есть вот этот вот момент, который выражают собой муравьи, момент коллективизма, больше, не о себе, то есть, каждый муравей к себе тащил, никакого муравей нет. Каждый взял на свою слов, утащил к себе, гордость не вседел. Крисио, они тоже разные. Да, я согласен, бывают некоторые такие, иногда смотришь, прям противные. Ну, смотрите, мы все-таки в большинстве, мы такие турецы, они, что это, они, вот прям вот коллектив, хотя, в принципе, пример замечательный, вы знаете, что, снова китайская философия всегда было, что маленькие китайцы, они как винтики в огромном механизме поднебесной, если один маленький винтик начнет крутиться не в ту сторону, развалится вся поднебесная, весь мир, нельзя, государство, над которым стоит монарх, все, все это должно быть очень, очень порядочным, все должны вместе делать, все должны, каждый должен положиться. а то Walmart исчезнут, то есть, они не будут. и Walmart тоже не будет. Да, то есть, много чего мы потеряем, если мураги перестанут, правильно, но это в хорошем смысле, это в слову, да я могу делать, меня не обижаем, дайте мне, это очень положительный пример, просто речь идет о том, что индивидуалист, мутант, великан поднимает от действий незаметных его взору мелких, мелких коллективистов, которые все вместе, которые тянут бревна в одни муравейни, кибусники, да, кибусники, да, и вот они, эти кибусники, выедают ему эту гору, и она одевает седуна. Очень простые, на самом деле, металлы, но, конечно, раскрывая ведра, объясняя, мы видим, насколько много всего в этих образах, в этих идеях заложили наши мудрецы, и, конечно, это мысль замечательный про проверку рифки с помощью руки, тоже много, чего заложено, но мы сейчас это не научим, это другая вообще тема, мы говорили про Елиезра, про царя Бога, и, может быть, когда-нибудь, когда дойдет опять черед до этого, мы стараемся разобраться и в этом, потому что все-таки вся эта история с первой крачной ночью про царь Скакова находишься. Достаточно словно, туманно, понятно, как это правильно описать. Ну, с Божьей помощью можем здесь с вами как раз остановиться и следующий раз у нас с вами конечно будет не урок на ленту, но это будет не совсем урок в суббатном системе, я имею в виду в следующий этап, спорта, нет, раундное собрание, давайте с вами собраться, это будет 9-ая рама, будет самый тяжкий гейджа весь Мы должны будем собраться и поговорить об этих страшных моментах, связанных с разрушениями, связанных с трагедиями, постигшими еврейский народ в этот день, в этот тяжелейший день. Поэтому, конечно, всем нам нужно будет здесь часов, наверное, в 7, по 8, собраться на аминфу. Прошу всех, конечно, принести тфилины, как вы понимаете, потому что тфилины одеваются, девятла, а мы не планируем шахарит, не утренние молитвы, чтобы мы могли с вами это все сделать. Это тарифы тоже, естественно. И, наверное, чтобы мы могли с вами спокойно прочитать всю территорию, поговорить с местным руководством, чтобы нам дали такую возможность. Не знаю, когда у них будет, где-то 9-го года, наверное, гораздо раньше. Вот. Ну, может быть, имеет нам смысл чуть пораньше собраться с них по 8-го, а в 7, чтобы там где-то вот за час управиться, может быть, со всеми делами, и чтобы спокойно успеть поедать всем домой, и успеть к концу поста, чтобы уже спокойно идти с поста. Поэтому я, конечно, скажу на следующее занятие, воскресенье, точное, до секунд, когда начинается поста, когда он заканчивается, начинается, как вы знаете, он с заката в понедельник, заканчивается, смысл он улез во вторник, важнейший день. И, конечно, всем надо будет. Не так просто. Это один из самых-самых тяжелых физических дней еврейского кандаря. Как известно, тяжелее, чем Тинкут. Мы ждем Тинкута, наоборот, это очень положительный день, день прощения грехов еврейского народа, день справедливой, счастливой записи нас расчет. Вот это день очень тяжелый, день травы. Ну, мы в Божьей помощи постараемся положить, чтобы все мы, жиры и крови, скорбившие о Иерусалиме, смогли увидеть в его радость, как то написано. Сколько это нет? Да. Объясните, пожалуйста. Да. Да. Один про девятого, а один про девятого. Да. Секундочку. Ну, про девятого. Слушай, ну, вот что делать с таблетками? Таблетки. Кушать можно. Смотри. Только мало воды. Все зависит от того, что за таблетки. Если это какие-то таблетки, без которых существует действительно опасность, серьезная опасность для здоровья, то есть какой-то пункт, без которого никак нельзя жить, то мы должны договориться, как вы будете именно их принимать. То есть нужно, естественно, минимальное количество воды, чтобы совсем желать нам вообще как-то обойтись. Если без воды невозможно принять таблетку, то, значит, уносится такая большая таблетка, то минимальше, меньше, чем вы видите, меньше, чем, там, 70 грамм воды, там, 20-30-40 грамм воды, там, максимум, там, проглотите, и все. Но это тогда, когда без этого невозможно. Если, допустим, бывает день в году, когда человек пропускает эти таблетки, забывается, или, там, он на отдых, или где-нибудь еще, один день пропустит, ничего страшного, тогда, конечно, нельзя принимать таблетки категорически. Если это возможно, если тогда такое бывает, если таблетки, то есть эти таблетки у человека. Знаете, бывают, там, какие-нибудь, я не знаю, сердечные болезни, какие-то прям вещи, без которых не надо, ну, тогда ничего не сделано. Ну, даже не надо. Но если это действительно прям совсем некуда, тогда... Давление надо принять, потому что от голода у тебя еще больше поднимется. Да. Аккуратнее, аккуратнее. Ну, люди, которые... Тяжелый диабет... Решил... Сухая вода, да? Да. С воды. Диабет тяжелый, тяжелый кормит. Ну, тогда мы говорили, надо есть тяжелый, помалить кусочком еды, там, каждые пять минут, чтобы не насыщаться, а просто чуть-чуть, чтобы этот диабет не привел, дай бог, какие-то, там, трагические последствия. Нет, ну, работать можно теоретически, просто у нас будут всякие, конечно, здесь дела, то есть, во первых, по неделю вечера мы собираемся там, во вторых вечер мы собираемся здесь, по неделю вечера я буду читать там, в нашей псевдоногимонокросе я буду читать Свитер, Эйву, конечно, Плач Еремии будем мы читать, на всех делах еще будем говорить какие-то слова важные. Вот, ну, это мы еще с вами тоже в помощи в воскресенье обсудим, я расскажу детали, законы, связанные с этим самым тяжелым травмом днем. Вот. Да, второе вопрос, по-моему, это такое. Это касается того, как Калий убивал. А, ну, да. И вы сказали, о чем вспомнил, что он такой вот, это, знаешь, шли туда. Какое он делал, чтобы он был где-то рядом? О! Да. Конечно, он делал штунили для того, чтобы пушить. Он зарезал единорога, как написано, в том буде, для того, чтобы принести его в жертву. Он был где-то, это было первое в своем отношении. Он принес в жертву замечательную. И Каин, это единственное, что увидел. Я помню очень хорошо, что после штынинин, единорога перестал дышать. Когда он принес в жертву, он как-то не сразу так сориентировался. Он сразу сориентировался, сразу он принес в жертву. Но, видно, был очень небольшой союз. Это первое убийство, это был непростой процесс. Его он, значит, увлекся, сучал его по разным частям тела, все никак не соображал, откуда выйдет душа, а потом он решил... Ну, в первый раз всегда слышал, тоже. Ну, да, камешком по двумя. Нет, ну так вот, это же вообще не проблема. Подари мне ножен, это хорошая идея. Ножнышки, ты сегодня, да, это такой вот тесак, красивейший, идеальный порт. В принципе, написано в Талмудии, это неизвестная вещь, что кому-то тоже приводится. Мы можем делать штифу любым острым, хорошо наточенным примером. Взял кусок столы, наточил его как следует, чтобы он был быстрее, и, пожалуйста, то есть это совершенно не проблема с точки зрения технологии, все это можно делать. Ну, сейчас так, конечно, и делаем, уже не то, что искал, только зубы еще отточек иногда друг на друга, не дай его, пока не начинает выпадать. Но, да, в принципе, это не с точки зрения технологии, это вопросы. Ну, это загрызгнул, да? Да? Загрызгнул, да, то есть это зуб, зуб, знаешь, ну, там, бужа, там, змея, пабельные способности мне прослушать, но это не с вами абсурдно. Это страшно. Ну, в вашей помощи лучше благодарю. Спасибо.